В чём дело, Хиносвальд? Ты выглядишь так, будто тебя сейчас тошнит. Но скримочок хорош, типа он такой ушёл, а потом бац, внезапно. О нет, нужно убираться отсюда, а я знаю даже как. Да не сюда же, дружище! Охренеть ты, дурачок. Чпоиньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и добро пожаловать в очередную серию прохождения Five Nights at Freddy's Into the Pit. Как ты помнишь, мы с тобой остановились на моменте, когда очень долго реально пытались понять, как же наконец попасть в этот зал игровых автоматов, и, наконец, мы с тобой придумали реально хорошую тактику. Здрасте! Очень хорошая тактика, очень хорошая тактика. Я случайно не ту кнопку нажал. Мы с тобой делаем вот так, и, соответственно, убегаем. Быстренько убегаем, чтобы снова вернуться. Не повезло нам с таймингом, к сожалению. Поэтому делаем вот таким вот образом. И пока что мы с тобой всё это дело пытаемся реализовать. Обязательно поставь большой палец вверх, а также... Зайц только что ушёл. А также напиши в комментариях, как тебе, в принципе, игрушка, что ты, возможно, ожидаешь от сегодняшней серии. И, конечно же, подписывайся на всякие там телеграммы, бусти, сообщество ВКонтакте. Всё это обязательно подписывайся, да. Так, вновь очередные страшные звуки. Но я надеюсь, что... Звездец. Как же нам с тобой не везёт? Ну, это прям... Не надо. Очень много аниматроников. И они именно в том месте, куда нам, по сути, это и надо. Это плохо. Это плохо. Надо сейчас выжидать идеальнейший просто тайминг. Для того, чтобы в это всё дело... Соответственно, зайти. Потому что зал игровых автоматов, как ты помнишь, он... Заперт. Соответственно, с двух сторон. С помощью вентиляции туда, к сожалению, никак не пробраться. И единственный способ... Это достать ключ из вентиляции с помощью нашей супер... Руки-хватайки. Тихо. Здесь прям реально нужно прислушиваться. Да чё же за бред-то? Ну серьёзно. Щика, дура. Так, тихо. Ага, ага, ага. Хоп. Хорошо, ключи взяли. Ключ. Хорошо, 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 хорошо. И вот сюда. Нет. Вот сюда. Нет. Спрятаться. Меня спалили? Спасибо. Меня не спалили. Хорошо. То есть, если мы, по сути, перед ним прячемся, но он... находится за пределами нашего экрана, то он у нас не пальцем. Это просто замечательно. А что мы делаем? Мы, соответственно, с тобой сходим в карту и понимаем, что зал игровых автоматов мы реально сможем прямо сейчас открыть. Это замечательно. Наконец-то. Наконец-то, чёрт возьми, мы с тобой сможем это сделать. Всё, отлично. Заяц ушёл. Дурачок-заяц ушёл, а мы с тобой потихонечку хоп. И вот таким вот замечательным образом открываем данную дверь. Наконец-то. И вот мы здесь. Очень много игровых автоматов и заяц. Здорово, Бонни. Как жизнь? Если бы у меня были билеты, я бы обменял их здесь на призы. Кое-что там выглядит довольно круто. Так, чё, к нему надо подходить? Кат-сцена. Здорово, бремюшечка. Мы убегаем. Жёстко щемим. В соседнюю комнату. Ух, это было близко. Возможно, если бы я знал больше об этом существе, я смог бы его отвлечь. Придумать что-то, чтобы выманить кролика. Придумать что-то, чтобы выманить кролика? Я не могу войти внутрь, кролик всё ещё там. Ээээ. Так, кто-то орёт. Кстати, а мы здесь можем залезть? Как бы по подаркам наверх. Это моя школьная фотография с прошлого года. Отец всегда носит её с собой. Так, а если мы типа сделаем вот так? И спрячемся. Может на этот звук сейчас прибежит Бонни? Пускай если прибежит Чика, либо наш этот заяц. Золотой. Вообще никто не бежит. Серьёзно, всем пофиг. Всем, всем просто пофиг. Так, а если мы, например, пролезем сюда? Здесь этот дурачок, экзоскелет до сих пор стоит. Придумай что-то, чтобы выманить кролика. Чик какую-то суету наводит здесь. А на что заяц байтится? Типа, выманить Чику с помощью кексика, это понятно. Так, Чик что-то сломался. А вот Зайца... Не могу открыть вентиляцию изнутри, чего? А, потому что мы с тобой там, скорее всего, с помощью отвертки всё это открывали. Ну окей, допустим. Если мы залезем, то по сути ничего не будет. Так, подарочки. Может выйдем, я не знаю. Слушай, чем же его забайтить? Каким-нибудь микрофоном. Я не могу зайти, кролик всё ещё там. То есть это нужно сделать снаружи. А вот так. Ну очевидно, если мы не можем зайти в дверь, нужно что-то, что его сможет привлечь вне этой, как бы, этой комнаты, этого помещения. Ну что именно? Так, кто-то бежит. Или идёт. Ну и, скорее всего... Да, это Заяц. Это дурачок-Заяц. Чё происходит? Чё происходит? Кто это сделал? А надо тобой не забайтить. Ага, и он ушёл к Заяцу. Внезапно. Пацаны, чё, может потусим втроём? Он за собой закрыл дверь. Охренеть. Охренеть ты умный. Так, свет, кстати, это жопа. Свет, это жопа. Пошли его снова включать. Это нам нафиг не надо. Бежим, бежим. Тихо, не надо падать. Бежим, 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 бежим. Включаем свет. Допустим. А, подожди, а мы здесь можем, кстати, сейчас через вентиляцию сократить жёстко? Мы же так раньше делали. Тихо. Можем. Отлично. Просто великолепно. И вылезаем мы с тобой здесь. Так, Чика ушла. Свет есть, Чика ушла. Слушай, может мне опять нужно вернуться в предыдущий мир и там чё-то сделать? Эта дверь заперта. Просто здесь? Просто здесь? Я... Да не сюда же, дружище! Охренеть ты, дурачок. Так чё, мы забайтились? Так, окей, да, мы забайтились. Поэтому я улезаю. А, давай сходим... Реально... Наверное, в другой мир? Ещё разочек. И пос... Секунду. Это же гитара синего кролика. Но струны порваны. Уверен, что смогу найти старые струны среди мусора. С помощью гитары мы должны его забайтить. Найти, как починить гитару. Всё, окей. Я забыл, что у кролика есть гитара, конечно же. Это, небось, уже 20 комментариев на строчу. Типа, Дакстер, ты чё? Это как бы по лору, это база. Согласен. Чё-то я затупил. Так, кстати, есть фонарик. У нас с тобой фонарик, да, имеется. Гитара. Чё за страшный звук? Здесь же никого нету. Почему ощущение, что как будто... Или всё-таки кто-то есть, подожди. Как будто прямо сейчас из-за этой шторы кто-то выйдет. Я не буду рисковать, я просто слышал, как кто-то к нам бежал. Да, и он зашёл, блин. Я ушёл. Он зашёл, а я ушёл. Такс, нужно среди кучи мусора искать струны. Может вот здесь, это прям гигантская куча мусора, найти, как починить гитару. Так я знаю как, я не знаю где. Где найти эти струны? Слушай, а может быть нам сбегать знаешь куда? Так, фонарь убери. Фонарь не бесконечно выключим. Может быть нам сбегать к как раз-таки Джеффу? Спросить у него про струны? Или у этого чувака? Может он гитарист? Помнишь времена, когда фабрика работала? Да, она одна уже поддерживала жизнь в этом городишке. Столько людей уехало в поисках работы где-то ещё, но какой у них был выбор? Теперь это место просто свалка. Как жаль. Как они только могли сокрыть место, которое поддерживало жизнь этого небольшого счастливого городка? Ой, извини парень, становлюсь сентиментальнее с возрастом. Ты скоро превратишься в деда, который постоянно просто ворчит? Из-за всего типа. Погода плохая, поворчать. Люди ходят, поворчать. Воздух есть, поворчать. Мы можем выйти? Зачем? Какой смысл? Так, а может быть струны от гитары в каком-то из автоматов, в которые нужно поиграть? Эй, Джефф, здесь случайно нигде нет старых гитарных струн? Гитарных струн? Они могли бы быть здесь, когда я купил это заведение, но я выбросил их почти все в мусор. Раньше это была обычная детская пиццерия с кучей микробов и тупой музыкальной группой, состоящей из роботов. Ты имеешь в виду аниматронику? А, ничего. А, неважно. Может быть нам реально сходить на свалку? Это, конечно, очень странное решение. Но давай попробуем. Там у нас прям горы мусора. Гигантские. Да ладно, прям лежат, мои родненькие. Окей. Ты что за школьник? А, это тот самый? Дилан. Кто бы мог подумать, что Освальд-Оцелот еще и Освальд-Мусорный енот. Слухи поползут по всей школе. А ты что здесь забыл? Типа меня поджидал? Ни звездей, ни на... Ты сам в этой мусорке шарил? И сейчас пытаешься нас как-то это. Что он здесь делает? Ладно, мне сейчас не до него, нужно возвращаться. Ты такой жук просто. Тактика гениальная. Тактика защиты. Так, еще пазл-матрица какую-то взяли. Фу, уверен, что этот мусор лишится здесь со времен открытия фабрики. Так, все отлично. Мы с тобой поняли, что нам делать. Мы возвращаемся в пиццерию. Мы возвращаемся как бы в будущее. И все это дело реализовываем. Да? Заходим, получается, сюда. В смысле, я выйти хотел. Не выйти, точнее, а зайти наоборот в пиццерию. Вот. Сюда мы зашли, отлично пробегаем. Слушай, чувак, ты реально красава. Просто дал нам идеальнейшую подсказку, что искать нужно на мусорке. Теперь мы с тобой возвращаемся в будущее. Точнее, в прошлое. Да. Возвращаемся в прошлое и там чиним гитару. Ну, на самом деле, в принципе, как механика, очень и очень заезженная для игровой индустрии. Путешествия по временам, мирам с помощью какого-то предмета. Но из-за того, что это такой... Обосраться. Ты-то что здесь за мной? Из-за того, что это такой очень необычный ФНАФ, которого мы с тобой до этого не встречали, в принципе, можно как бы и простить. То есть... Вначале мы должны подумать, куда сходить, что сделать. Да, это, безусловно, увеличивает геймплей. Но... Окей, почему бы и нет. Главное в таких штук просто очень долго не тупить. И реально вникать в то, что нам пытается донести разработчик. Так, ну что, заяц там ушел? А я могу сохраниться? Прям вот сейчас. К сожалению, нет. Здесь автоматические сохраняшки. Тихо. Он ходит, я слышу. Ушел. Мы с тобой пробегаем сюда, быстренько. Чиним гитару. Хорошо. Звучать хорошо вряд ли будет, но пусть хотя бы работает. Так мы теперь ее выманить кроликом. Мы теперь, смотри, что делаем. Мы теперь делаем вот так. Подключаем это к гитаре. Итак, чудики, давайте поиграем. Ой, сейчас жестко мы с тобой раздадим стиля. Поехали. Ой, хорошо. О нет, нужно убираться отсюда. А я знаю даже как. А я знаю как. Найти место, чтобы спрятаться. Идеально, в вентиляции. Быстрее! Дружище! А, все, он сюда не побежит? А, это скрипт. Это не я нажал. Это он сам залез. Дурачок красноглазый. Так, осталось жить недолго. Что? Охренеть, фремно. Я все-таки должен был зажать, а не нажимать. Серьезно, а сохраняшка прошла? Скажите, что да. Скажите, что да, пожалуйста. Просто она появляется, как будто нужно прям тыкать. Да ладно. А, не, все нормально. Слава богу, сохраняшка прошла. Так, еще раз немножко поиграем. Хорошо. Давайте поиграем. Сейчас идеально будет. Смотри, исполняет Михаил Дагстер. Поехали. Чпонь. 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 Три из трех просто. Жесткий рок-н-ролл. Ага. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Все, и теперь скрипт. Это скрипт. И теперь мы с тобой кнопку не тыкаем, а прям зажимаем Но скримачок хорош, типа он такой ушел, потом бац, внезапно Когда мы уже подумали, что все Зажимаем Зажал Все-таки не зажать А что за звездец? Так я же вначале тыкал, ну серьезно, камон Ё учил, ты вообще не шаришь В третий раз поиграем, чудики, поехали, да Нужно прямо очень быстро, видать, нажимать на эту Раз Два Терис Вот здесь, кстати, червуются все эти кнопки Давай-давай-давай-давай-давай Щеми-щеми-щеми-щеми Жестко щеми-дубрич Прям ну очень жестко Да, смотреть на один скример уже в третий раз такое себя Согласен, но Чё им поделаешь? Готовимся. Просто готовимся. Быстро, 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 быстро. Успели. Нужно идти по вентиляции. Ну, конечно. Ой, мы даже здесь вылезли. Спасти чипа. Погнали. Ух, это было близко. Нужно вернуться в зал игровых автоматов. Побежали, побежали, побежали. Быстрее. Дружище. Я слышу, что кто-то открыл дверь. Нам сюда. Хорошо, отлично. Так, где чип? Срочно ищем чипа. И чё делать? А куда спрятаться? А куда спрятаться? А сейчас заяц придёт. И нам жопа. А, вот чип, алло. Его по башке бьют. Чип, давай выбирайся быстрее. Вот это вот разговоры, рассказы ваши лирические нам потом. Время ж очень мало. Спасибо. Не знаю, что это. Поблагодаришь потом, с тобой случайно не было никакого взрослого. Нет, ты не видел майка. Я нашёл его, теперь он в безопасности. Мы всех спасли, кроме батя. Давай, чувак, мы должны разделиться. Нет, я... Фред! Фред! Все пришли охренеть! И цель сбежать. Сейчас бежим. Сейчас он уйдёт. Ага. Но он, на самом деле, самый опасный. Чика... Чика в этой игре прям такая дурочка. Я понял. Быстрей, 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 быстрей. Всё, я... Я... Я уползаю, я уползаю. Хорошо. Здесь я выхожу. Здесь я выхожу. А я не могу выйти, потому что, да, у нас нету отвертки. Хорошо, потусим. Темно, нифига не видно. Так, он ушёл, а Чика пришла. Добряки. Тайминг. Гляд, ну в темноте, конечно, жесть. А мы сможем через правую дверь выйти? Так, надеюсь, да. Надеюсь, сможем. Чика вообще... Охренеть! Всё заперто, да серьёзно? Сейчас опять заяц прибежит из-за звука. Ну, естественно. Чё, как дела? Надо, чтобы заяц ушёл сейчас в правую дверь. Тогда будет хорошо. Ну, либо в левую. А он так и делает, спасибо. Очень мило с вашей стороны. Ага. Слушаем. Всё, ушёл. Замечательно. А мы с тобой валим. Просто валим. Жёстко валим. Дайте мне сбежать. Просто дайте сбежать. Серьёзно. Нам дали сбежать. Спасибо. Ни звезды не видно. Кто это? Хороший стремачок. Нам дали сбежать. И мы теперь в безопасности. Спасибо. Я уверен, что слышал его голос. Держись, пап. Ага. И, собственно, четвёртый день. Дом Освальда. Тришком темно, же, а нет фонарика. Да, согласен. Пора в школу. Не представляю, как перенести этот день. Почти не спал. Ну да, погладим кошку и всё хорошо будет. О, нормально, милота. Так, а уйти в школу типа просто? Без каких-либо приколов? С батей кроликом? Или всё-таки... Это будет проблематично? Пока вроде нормально. Но он там ходит. Просто через дверь, да? Да. Отлично. Так, уходим в школу. Идём учиться. Школа, отлично. И сейчас этот чё, реально... Ой, я там видел этого пацана в мусорке. Он там лазил. И реально просто должна быть многоходовочка. Что типа, а ты там чё забыл? И всё, и он сразу обосрётся. Так, идём в класс. Отлично. Собственно, наши одноклассники чё-то там базарят, болтают. Дарова-дарова. А тут уже целая тусовка, нихрена. Ну, конечно, сейчас булить будет. А он нас ещё и сфоткал, или чё? Эй, смотрите, это же Освальд Мусорный Енот. Странно, что он всё ещё не копается в куче. Ага, ему там самое место. Хе-хе-хе-хе. Такие вообще лохи. А, и он сразу представляет, что это типа аниматроники. Опа. Фига тусовка. Нормально. В чём дело, Енотс Вальд? Ты выглядишь так, будто тебя сейчас тошнит. Его, наверное, тошнит от этого мусора. Он может сейчас не держаться. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. На нахрен, ушатал. О, нет. Нужно выбираться отсюда. Нормально, мы ему вдарили. Осуждаем. Такое, естественно, не нужно ни в коем случае. Драться, кулаки распускать. И мы уходим в бассейн с шариками. Ну, короче, аниматроники у нас уже в голове. И, опять же, теория наша о том, что это он батю на самом деле так видит в качестве зайца. Но тоже непонятно. Он хочет его спасти? То есть батя для него ничего плохого не делал. Но при этом он его видит как такого гигантского страшного просто зайца, который хочет его убить. Вообще ничего непонятно. Пазл немножко не складывается. Если бы он реально боялся бы своего отца, он там его бы бил, лупил, издевался, то вполне логично, да. Так, а сюда теперь можем войти? Можем. А где Джефф? Джефф всегда работал, а сейчас что-то нет. О, здорово, Джефф. Эй, парень, разве ты не должен быть сейчас в школе? Нос чашется. Эм, не сегодня. Эм, ладно. Ты знаешь, где найти меня? Знаю-знаю. Джефф молодец, он ходит, убирается. Вот он, мой шанс на рывок. Куда? Бассейн с шариками? Ну да. Мы туда как бы так и шли. Так вот, возвращаясь к разговору с отцом, он его любит, он его хочет спасти, он ради него туда возвращается. А здесь же он увидел именно вот этих вот злых, агрессивных, как тебе я говорил, людей в виде аниматроников. Поэтому здесь как раз в этом теория наша с тобой сходится. Вы издеваетесь? Сколько детей он запер там? Изучить, откуда идет крик? Я не знаю. Так, я пошел. Я погнал. Надо просто на дурачка бегать. Ну, примерно вот так же. И вентиляцию. Хе-хе-хе-хе. Просто по нашему уже протоптанному маршруту. Вот сейчас плохо. Нет, нормально. Живем. Бэшечка. Игрек. Икс. И а. Просто против часовой стрелки вот так под джойстик прошлись. Нормально. Так, нам нужно ответить, наверное, все-таки на звонок. А может там снова заперто? Давай посмотрим. А, да, кстати, здесь. Хотя звонок-то из кухни, нужно будет отсюда выйти. Короче, пока не будем этим заниматься. У нас стоит задание проверить, откуда крик. Ну-ка, не. Я тебе говорю, Чика, она прям вообще дурочка пипец. Ну все, сдрисни. Вот это место я бы прям открыл. Что, уйдешь, нет? Окей, уходит. И сейчас мы с тобой, получается, тоже должны идти в ту комнату, потому что... Конечно, может еще и из охраны орут. Но мы туда не пройдем. А, пройдем. Пройдем. Катсцена. Здорово, Фред. Фред тусит в охране. Тоже хороший кремачок. Теперь найти способ отвлечь медведя. Да серьезно? Так. А как нужно отвлечь медведя? Золотым медведем? Ну, возможно, тоже что-то искать в подсобке. Так, тихо. Я понял. Я вас понял. Ну, не надо падать. Сейчас быстро пробегаем и смотрим, что у нас тут есть. Этот, шляпа, 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 шляпа. Тихо, тихо. Не могу это использовать здесь, да? Потому что заяц бесит. Потому что заяц напрягает. Ну, здесь у Фреда на самом деле... Нихрена, ты ускорился сейчас. Ты бешен. Главное, эту мини-игру не зафейлить. Мы с тобой уже профессионалы. Делаем по красоте. Хорошо. Сейчас он уйдет, и мы с тобой изучим. У нас здесь несколько вариантов. Есть вот этот вот недоделанный Фред. Есть голова Фреда, которая там лежала. И ей действительно как-то можно, скорее всего, забайтить. А еще у нас вроде в инвентаре есть также часть костюма, которую можно использовать. Давай сходим к нашему другу. А ну, может, он подскажет. Типа, ты там не видел парочки глаз Фреда? Например. А может, и мы видели. Сейчас пытаюсь вспомнить, но вроде нет. Давай спросим. Ты пришел за бицей? Нет, просто тусуюсь. Я понял. Подсказок никаких в этот раз не будет. Мы везде были. Мы посмотрели с тобой абсолютно... А как бы абсолютно каждую комнату, в которой потенциально это могло быть. Но нет. Устройство подсчета билетов. А я, походу, понял. Я, походу, реально понял. Мы должны в тот автомат сейчас вставить. Давай сразу откроем. Отлично. Проверим. Тут еще слева ходит. Это в зале автоматов игровых? Нам нужно сейчас туда попасть, чтобы попробовать вставить вначале этот приемник для билетов, а потом засунуть и сами билеты. И, возможно, там нужно выбить маленького Фреда. И как-то все это дело запустится. Сейчас проверим. Это такая чистая теория. Возможно, я в принципе не прав. Так, ну там вроде никого нет. Да. Все спокойно. Проверяем. Нет, ни хрена. Куда эту штуку тогда вставлять? Сюда монетки. Окей, решить пазл. Ох, нифига себе квест. Так, это получается... Это что, типа пятнашки? Как это работает даже? А! Ща. А, я понял. Вот так. Вот так. Это у нас на месте. Ля, пятнашки на самом деле не очень-то люблю. Но... Да, наверное, мы не будем с тобой на это время тратить. Потому что это просто мини-гейм. Ну вот. А че ну вот-то? Ну вот, ну вот. Но мы так и не поняли, что делать. Может вот сюда? Ща. Секунду. Не могу это использовать. А че ты можешь использовать? У меня дофига... ...всяких предметов. Ты, блин, дурак, ничего не можешь использовать. На хрен ты это забирал тогда? У нас очень большой инвентарь, но он бесполезный. Печально, звездец. Ну, короче. В таком случае мы с тобой на этом моменте завершаем нашу серию. И уже в следующей... ...где вы напишите свои гениальные комментарии, типа, что я именно должен сделать. Собственно, в следующей серии мы с тобой будем это реализовывать. Потому что я... ...как мне кажется... ...проверил абсолютно все. Абсолютно все какие-то возможные пути, решения, которые могли быть. Пачка воздушных шаров в виде жутких животных. Ничего. Решетка уже не сработает. Монетка. Но монетка и Фред... ...не особо-то друг друга нужны. Здесь, кстати, тоже можно прятаться. Что-то мы про это забыли. Печь. Чувствую, будто эта печь может заглотить меня целиком. Да. А может, это комната теперь открыта? У меня мурашки. В холодильник я не полезу. Я понял. Я вас понял. Короче, да. Странно. Немного, что... ...вообще ничего толком мы с тобой не нашли. Возможно, решение, скорее всего, так действительно есть. Оно гениально просто. Что вот, грубо говоря, есть эта башка. Мы должны в нее что-то вставить. И все как бы будет работать. Но что именно вставить? И где это нужно? А-а-а! Обосраться. Просто батарейку. Это звездец. Я вырежу, короче, этот фрагмент. Я сейчас в течение, наверное, 10 или 15 минут ходил по всем мирам. Как бы по нашему будущему и по нынешнему. Пытался найти что-то, что нужно для этой маски Фреда. Ничего у меня не получалось. А оказалось, что просто нужно вставить батарейку. Это жесть. Так, окей, отсюда мы с тобой вылезаем. Фред, я надеюсь, как-то забайтился. Бежим сюда, бежим сюда, бежим сюда. Забегаем. Забегаем вот сюда. А медведь до сих пор изнутри. То есть батарейка его не забайтила, что ли? Походу, это не то. Значит, надо искать какой-то еще один предмет, который связан с Фредом. По типу реально его шляпа, как это было с зайцем и гитарой. И там что-то пытаться сделать. Но в любом случае, мы с тобой этим займемся уже в следующем видосике. А пока что мы и наш золотой друган, соответственно, завершаем данный ролик. Если вам понравилось это видос, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Так же не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. И включайте там все уведомления, чтобы укусить выходы новых видосов. И так же подписывайтесь на все ссылочки из описания. В том числе на Телеграм-канал, сообщество ВКонтакте, а так же на Бусте. Ну а с вами был Аж Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok